Дорогие друзья, зрители канала armtor.ru и портала Armtor Мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки компании АО «Энергомаш» Великий Новгород И сегодня мы представляем вашему вниманию встречу с техническим директором С Кутаевым Андреем Александровичем, который расскажет более подробно о предприятии, о производстве Позволю себе немножко слов вступления С компанией «Энергомаш» мы познакомились несколько лет назад Она локализовывала уже тогда производство в России И сегодня эта компания представляет собой сплав европейских технологий Которые вы можете уже видеть на российской земле, на российском предприятии За моей спиной сейчас вы можете наблюдать металлообработку То есть это уже не просто сборочное производство Это производство именно трубопроводной арматуры Андрей Александрович, пожалуйста, вам слово И, собственно говоря, презентацию вашей компании Что собой сегодня представляет компания «Энергомаш» Да, компания «Энергомаш» находится в Великом Новгороде Мы производим трубопроводную арматуру для нефтехимического газоперерабатывающих секторов Для химической промышленности На данный момент производство «Энергомаша» расположено на площади 6000 квадратных метров Производство локализовано в плане механической обработки У нас осуществляются процедуры сборки, покраски, испытаний, упаковки На механическом участке у нас закуплено 16 единиц механообрабатывающего оборудования В 2013 году прошла модернизация Теперь большая часть этих станков с числовым программным управлением Что позволяет повысить, во-первых, производительность Во-вторых, качество Значит, у нас несколько участков сборки арматуры Ну, «Энергомаш» вообще может производить и поставлять разные типы арматуры Запорные, регулирующие, обратные предохранительные клапаны Для всех этих типов арматур у нас есть собственные участки сборки У нас есть участки испытаний всего в группе компаний 6 стендов Максимально позволяет испытывать арматуру до диаметра до 600 На давление 450 атмосфер по воде, по воздуху 200 атмосфер Значит, имеются два участка покраски То есть тоже мы эти операции осуществляем Особое внимание, ну, и репутация «Энергомаша» на рынке Действительно, как высокотехнологическая арматура Предприятие было образовано в 2005 году Мы начали действительно представлять европейских производителей высококачественных В последнее время, начиная еще до кризиса, предприятие стало локализовывать собственное производство Если раньше здесь можно было видеть только какие-то сборочные операции То сейчас это уже глубокая степень локализации Начинает механическая обработка, короче, покраска и испытаниями упаковкой Андрей Александрович, если сегодня рассматривать технологии именно в российской сфере В российском ракурсе Бытует мнение часто, мы его часто задавали в этот вопрос Что когда переносится технология в Россию Она теряет свою актуальность, она теряет то качество, которое предлагали европейские производители Вот ваш комментарий на этот повод Как сегодня проходит контроль качества И сборка, сертификация ваших специалистов, которые работают на вашем предприятии Да, одной организации, вообще компания в целом Если взять, пошла от цели качества То есть компания действительно была введена с системой менеджмента качества по ISO 9001 Это был старт компании Действительно было по европейским меркам Основное внимание всегда в компании уделялось качеству Вы знаете, европейские производители этому уделяют особое внимание Здесь тоже с этого все началось Например, понятно, по входному контролю осуществляется обычный визуальный измерительный контроль Проверка сертификатов В нашей компании, например, осуществляется также проверка химического состава На выходе, значит, мы осуществляем также все процессы контроля Это испытания, измерения и так далее Высококвалифицированный персонал 100% у нас испытание арматуры Ну, это как и положено по стандартам Но именно это производится действительно 100% Постоянно контролируется То есть качеству уделяется особое внимание Поэтому, касаемо того, что приведя сюда европейские технологии на том уровне Внедряя его здесь, здесь не меньше качества У нас такого нет, потому что изначально Именно система менеджмента качества, развития каждого этапа Оно было заложено по европейским стандартам Начиналось с небольшого сборки производства И постепенно каждый этап у внедряем Это происходит контроль качества каждого цикла изготовления изделия Андрей Александрович, мы видели у вас разнообразные изделия Они, ну, по оценке наших экспертов В основном, ориентированы на нефтехимию, на нефтепереработку Какие еще секторы промышленности вы сегодня охватываете? Возможно, даже поделитесь планами или уже достижениями этого года Да, значит, действительно, это основной сектор Наша нефтепереработка, газовая переработка Также у нас в предыдущие года Мы особое внимание уделяли химической промышленности Вот в Новгороде, допустим, предприятие «Большой окрон» Туда были значительные поставки арматуры Также мы поставляем арматуру и на шельфы, на добычу Основная наша гордость – это поставка арматуры на морские платформы Которая работает на шельфах Там уже особые требования предъявляются к арматуре Начиная с проектирования по габаритам, по устойчивости По надежности арматуры Потому что на платформе разобрать, отремонтировать арматуру невозможно В основном, конечно, нефтехимический сектор Но химические добычи мы здесь тоже представлены Наши арматуры имеют Можем поставлять Дмитрий Александрович, а не для кого не секрет, что 2016 год начался для нефтегаза не очень хорошо Был кризис Ваша оценка, что произошло за это время То есть, 2016 год, его начало И возможно дать уже оценку итогу первой половине Есть ли кризис в Вашей наблюдении? Ну, безусловно, конечно, кризис сказывается То есть, это цена на нефть Но, значит, на что переключились предприятия? Тем не менее, требуется арматура Сейчас предприятия, естественно, смотрят в сферу удешевления Это мы видим как негативный фактор Сейчас при рассмотрении конкурса, к сожалению, не всегда уступает приоритет качества Как приоритет по цене То есть, появились многие уже азиатские компании, китайские Конкуренция пошла в этой сфере То есть, необходимо предлагать более дешевые Более, может быть, простые технологии и так далее Безусловно, вот тот сектор, которым мы занимаемся Обнаружили, что, значит, где заказчикам денег не хватает Они уделяют внимание по ремонту, по восстановлению арматуры Этот особый сектор мы вот в этом предыдущем году И в этом уделяем здесь большое-большое внимание развитию этому направлению Потому что, предлагая услуги по восстановлению, по качественному восстановлению С продлением гарантии, гарантийными обязательствами Мы уже тоже здесь можем закрывать определенные пожелания заказчиков И производить свои мероприятия То есть, удовлетворяясь их потребностями в данном случае Но, в целом, не скажу, что, да, наверное, у нас объем несколько снижается Но, не сказать, чтобы так существенно Мы ориентируемся на другие типы изделий Где мы видим больше, значит, спроса в данный момент Мы можем приоритироваться с одних типов на другие Если заказчику уже не требуется какие-то высокотехнологические, дорогие Дорогое оборудование Мы способны прийти в сектор более дешевой, более простой арматуры Но, тем не менее, тоже следим за качеством Поэтому стараемся тоже эти тенденции отслеживать В принципе, смотрим позитивно на рынок И должны уметь постраиваться под те тенденции, которые появляются на рынке Поэтому стараемся отслеживать и этому следовать Не могу не задать вопрос вам, как человеку, который представляет компанию Локализующую европейские технологии на российском рынке Как сегодня у вас идет работа по гармонизации стандартов? Для кого не секрет, что существуют определенные несовместимости между ГОСТом API стандартами, СМИ Даже некоторые сегодня требуют российского Как стандартизация обстоит в данной ситуации? Ну да, здесь, когда нас спрашивают То есть, мы очень, у нас есть компетенция вот именно в этой стандартизации Да, действительно, в России существуют ГОСТы Во всем остальном мире, там, начиная с Европы, Америки, Китая Стандарты европейские Конечно, когда начинается некая тенденция несовмещения этих стандартов Здесь возникают определенные проблемы Ну, вот многие говорят, что наши ГОСТы, они лучше, чем европейские стандарты Там предусматривают больше требований Бывает по-разному Тогда мы общаемся с заказчиками, с нашими, мы говорим Ну, вы понимаете, да, Россия работает по ГОСТам Но весь остальной, это мир работает по европейским стандартам И надо бы находить какие-то общие знаменатели Потому что опыт всего мира, и наш, он различный, но в целом внедряем В принципе, больших проблем по внедрению европейских технологий на российский рынок у нас нет То есть мы умеем перерабатывать те стандарты, по которым там европейцы делают Или остальной мир, и адаптировать их к российским стандартам В принципе, больших проблем нет По испытаниям, в принципе, одно и то же Да, где-то если есть отличия, мы будем, работаем именно по нашим стандартам Не зависит от того, что изготавливается там конструкция по европейским стандартам Потому что, ну, в принципе, надо понимать, что обязательные стандарты в России Это технические регламенты таможенного союза, которых надо обязательно выполнять В принципе, они предусматривают, что арматура может изготавливаться не по ГОСТам, а по европейским стандартам Главное, арматура должна обеспечить безопасность Вот, поэтому здесь, если этот этап пройдет, сертификация по ТРТСу получена В принципе, можно по любым стандартам работать, проблемы нет Замечательно Мы уже ведем не первый репортаж с представителями вашей компании И по праву можем сказать, что обозреваем новинки вашего предприятия Это были уже и пилотные клапаны локализованной фирмы Броди А это уже был репортаж с выставки нефтегаза в системе Интерлок Пожалуйста, расскажите, какие так же новинки, так же уникальные продукты Сегодня вы можете предложить своему потребителю, своему заказчику Да, ну, во-первых, значит, у нас в последнее время, в течение пяти лет Подошла локализация основных изделий, в основном для Газпрома Вот у нас уже в Газпроме сертифицированные испытания прошли на полигоне Мы включены в реестр по регулирующей арматуре, значит, по предохранительной, по шаровой В этом году, да, как вы правильно заметили, мы разработали так называемую систему предохранительных клапанов с блокираторами Такое уникальное изделие, то есть по европейским технологиям локализовали его Здесь была поставка первая, Белоруссию, правда Значит, у нас также планы по локализации производства быстродействующих задвижек Есть у нас тоже партнер европейской технологии, так же Тоже хотим локализоваться, пройти испытания, значит, заключиться Но, в принципе, тот сфера арматура, которую мы поставляем, она уже у нас практически вся локализована Такие вот вещи уникальные, которыми мы сейчас занимаемся Первый, там, вот система блокираторов, быстродействующие заглушки Мы тоже сейчас видим, что это необходимо сделать В принципе, будет по этой типам арматуры первая Вот в России, кто локализует производство, пройдет сертификацию, получит разрешительные документы Замечательно Один из последних вопросов, такой вопрос у лоб Как, Вы говорите, зарубежных производителей приносить на российскую землю технологии? Потому что это очень сложный вопрос, это очень скользкий вопрос Всегда стоит проблема, что многие производители не хотят передавать эти технологии производства Ну, безусловно, нужен европейским производителям рынок сбыта Когда есть рынок сбыта, есть спрос на эту арматуру, значит, тогда уже европейцы, они готовы вносить эти технологии Потому что в той же Европе кризис, Россия большой рынок, в принципе, если арматура качественная, недорогая, устраивает заказчика, они готовы и брать, что это европейская технология Мы говорим для них одно, что да, сейчас время поменялось, все идут на программы импортозамещения Если Вы хотите здесь иметь рынок, то необходимо локализовываться Сначала предоставлять технологии, в дальнейшем уже развивать производство Естественно, те европейские поставщики, с которыми мы работаем, мы работаем уже не один год Мы перед ними зарекомендовали себя как надежные партнеры, они перед нами зарекомендовали себя как качественные производители Здесь взаимообоюдное сотрудничество у нас идет, потому что у нас все наши партнеры, они у нас эксклюзивные То есть мы только их представляем на территории рынка, только с ними работали До времени локализации производства импортозамещения, развивали их бренд Когда уже заказчики стали требовать российского производства, мы говорим, хорошо, если Вы нам даете технологии, разрешаете право локализовываться То мы сохраняем рынок, мы будем уже продавать как российского производства, изготовление здесь, на наших станках и так далее Поэтому, в принципе, здесь мы видим нормальный отклик европейских производителей, которые готовы здесь с нами развиваться Замечательно, спасибо Вам большое Уважаемые друзья, господа, сегодня Вы стали зрителями эксклюзивное видеоинтервью с техническим директором компании АО «Энергомаш» Великий многое, компания, которая не боится и решает проблемы локализации европейских технологий Технологий по-настоящему, которые сзади меня и которые Вы можете увидеть в изделиях этой компании Нашим вопросом отвечал, повторюсь, технический директор Кутаев Андрей Александрович, который рассказал о работе компании «Энергомаш» и ее успехов И, конечно, о сервисной службе, которая помогает поддерживать, действительно поддерживать продукты, имеют их европейских производителей, уже произведенные на российской земле Спасибо Вам большое еще раз Желаем Вам успехов и, конечно, разбития на российском рынке Вам тоже успехов, спасибо Спасибо